Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Про правильное питание, правильное употребление воды. Профилактику, лечение. Средствами официальной медицины, народными средствами. Лечение в домашних условиях. Сегодня решил написать новое видео. Как избавиться от прыщей. Причем избавиться быстро, легко, возможно и навсегда. Недавно я опубликовал на своем канале другое видео. Про лечение угревой сыпи. Да, если у вас угревая сыпь это система. Фактически угревая болезнь. Вам то видео нужно, чтобы понимать, какой путь вам нужно пройти. Но! Если у вас угри возникают изредка. Либо вы хотите быстро от них избавиться. Вот тогда вам нужно это видео. Оно дополнит то, не исключая его. И просмотрев его до конца, вы узнаете. Как избавиться от прыщей в течение одной минуты. Но безопасно! Очень много в интернете сложных рекомендаций, которые дают не врачи. Не знающие физиологию обмена веществ. Не знающие особенности кровообращения в организме. Также вы узнаете, как своим образом жизни улучшить состояние кожи. И чтобы прыщи, если возникали, то они вас особо не тревожили. Они достаточно быстро покидали вашу кожу. Поэтому смотрите это видео дальше. Вы еще узнаете, как правильно проводить очищение своего организма. Очень важный момент очищения крови. Ведь прыщи, неважно на лице, на спине, на плечах. Они показывают, что кровь у вас не самая чистая. И сальные железы пытаются вам в этом помочь. Вот как это делать правильно. Смотрите в этом видео дальше. Безусловно, самый лучший способ избавиться от прыщей помочь их содержимому выйти наружу. В этом случае, ну, это ситуация, вы на ней можете поставить плюсик. Она завершилась со знаком плюс для вас. Но! Для этого нужно понимать степень зрелости прыщей. Когда вы смотрите на поверхность. Да, она есть покраснение какого-то участка кожи. Есть небольшое возвышение по центру. И если оно однородного цвета, зрелости нет. И вы вынуждены либо ожидать, пока ситуация созреет окончательно, когда сформируется какое-то количество гноя и появится под кожей. При этом по центру вы видите такое желтовато-белесоватое возвышение. Гной находится под кожей. И в принципе ему можно помочь выйти наружу. Но! Если у вас просто покраснение, вы либо ожидаете, пока созреет самостоятельно, либо можете ускорить процесс, можете помочь. Это все можно сделать буквально подручными средствами в домашних условиях. Что вам для этого нужно? Ну, либо запечь лук. И приложить к этому участку кожи, зафиксировать на нем лепесток лука. Обязательно внутренней поверхностью. Вот так, которая смотрит к центру луковицы, вот этой поверхностью вы прикладываете к коже. И фиксируете. Можете взять листик капусты. Обдать его кипятком, чтобы он размягчился. Можете его немножко побить молоточком, чтобы он стал таким более мягким. И опять-таки, тоже приложить вот эту кашицу к месту. Можете использовать семена льна. Они прекрасно помогают в этом случае. Их нужно запарить кипятком. И вот такую теплую массу приложить к этой поверхности. Можете использовать лист подорожника. Обычный лист подорожника. Все его знают. Взяли, помыли от пыли, от грязи. Опять-таки, немножко обдали кипятком, чтобы он немножко размягчился. И приложили к этой поверхности. В любом случае, нужно плотно фиксировать. Просто приложить. Вот тут прыщ, вот тут где-то у вас листик, ничего не работает. Только плотный контакт должен быть. Поэтому, ну, самый лучший способ, лучшее время, когда это делать, все-таки, где-то во второй полдня, когда вы находитесь дома. Фиксировать нужно на несколько часов. Лучше на ночь. В этом случае, когда вы утром снимите повязку, вы увидите, что дно окажется, чаще всего он уже окажется, на, либо на лепестке, там, лука, либо на листе подорожника, что вы используете. И вы ситуацию разрешили, поставили себе знак плюс. Покраснение постепенно уйдет, ваша иммунная система справится с этой проблемой и закроет эту тему для вас. Ну, в случае, если, конечно, это для вас эпизод, а не система. Если система, вам придется вот так вот играться долго и нудно, но после каждого такого разрешения этой ситуации могут оставаться на коже изменения. И это тоже не всегда хорошо. Если же вы видите, что есть покраснение, по центру есть желтоватый, скажем так, по центру есть желтоватое пятнышко, то есть, да, понятно, гной уже сформировался, он уже вышел к поверхности кожи, и очень легко и просто можно ему помочь выйти дальше. Для этого ни в коем случае не нужно обрабатывать кожу, ни перекисью водорода, ни спиртом, потому как спирт, он травмирует вокруг выводные протоки потовых и сальных желез, и не всегда хорошо это сказывается на состоянии в следующий раз. Вы просто можете создать условия для углевой сыпи, для ее обострения вновь только рядом. А что сделать? Самое простое, берете просто, помыли кожу, просто с мылом. Тепленькая водичка с мылом, обмыли кожу, уже в процессе такой подготовки к удалению прыща, возможно размягчится вот та корочка, которая перекрывает выход, и он скроется самостоятельно. Тоже классно, все прекрасно. Обработали после этого каким-то дезинфицирующим средством, и все. И тема закрылась. Если же вы хотите, если не получилось, и так у вас избавиться от прыща, часть людей, к сожалению, делают это, да, я вас понимаю, ждать сложнее, болезненная эта ситуация, проще выдавить. Но! Выдавливать, если выдавливать, то нужно правильно. Нужно выдавить все содержимое. Потому как вы видите точечку, на самом деле там стержень. И там везде гной. Вот если вы будете давить неправильно, просто придавите кожу, да, тут скроется. Часть гноя вышла, но вы создали давление, и часть гноя загнали вовнутрь. Это способ распространить процесс дальше. И заниматься лечением местного процесса более серьезно, и более длительное время. То есть он у вас самостоятельно, вряд ли закончится. Потому как гной может попасть в ткани, образуются карманы, пока этот каждый карман будет созревать, и выходить заморочивое это занятие. Поэтому если выдавливаете, хоть выдавливаете правильно, нужно зайти за пределы покраснения, прижать максимально, и выдавливая, не выдавливать прыща, выдавливать все это покраснение. Вот тогда вы весь гной можете выдавить на улицу. И еще одно обязательное условие. Выдавливать нужно всегда до крови. Причем нужно хорошо промыть кровью. В этом случае вы в большей степени гарантированы, от того, что гной там не остался, и продолжения процесса не будет. А продолжением процесса, после того, как вскрылся фактически гнойник, будет местная воспалительная реакция, которая постепенно сама по себе ликвидируется. Очень важное принципиальное условие. Очень часто угревая сыпь возникает на лице. Возникает в разных частях. И я встречал такие видео, когда выдавливается угревая сыпь на лбу, тут где-то на щеках. Очень не советую вам это делать. Это делают люди, или советуют так делать люди, мягко выражаясь, ну просто не знакомые, ни с физиологией обмена веществ, ни с особенностями кровообращения на лице. Потому как, если вам не удастся полностью удалить весь гной, и часть его пойдет вовнутрь, то есть очень высокая вероятность того, что в гной по кровеносной системе вы в это время решили подумать о чем-то. Зайдет полость черепа. И очень легко и просто угревую сыпь превратить в энцефалит. То есть воспаление мозга, вызванное тем возбудителем, который там находится. И там не чистый гной. Там гной и микроорганизмы присутствуют. И эта ситуация далеко не самая простая. Правда есть одна особенность. Особенности кровообращения на лице таковы, что кровь от участков тела, расположенных ниже угла рта, она попадает в менее опасную систему, она попадает, скажем так, на шею. То есть тут менее опасная ситуация, если вы неправильно выдавили прыщ. Если выше угла рта, это уже в полость черепа. Поэтому думайте, каким образом вы хотите разрешить эту ситуацию, и как выйти из этой проблемы, будь она одиночная, будь она множественная, то ли у вас просто одиночный, угорь где-то выскочил, либо у вас они выскакивают регулярно. Ну а как сделать эту ситуацию, обострение этой проблемы менее вероятной, я расскажу прямо сейчас. Что вы можете сделать, чтобы ваша кожа стала менее жирной? Ну, самый простой совет, нужно уменьшить употребление жиров. Вот от того количества, которое вы употребляете регулярно, его нужно просто уменьшить. Меньше на четверть, уменьше на треть. Особенно нужно уменьшить количество насыщенных жиров. А из них транс-жиров. То есть это растительные жиры, которые искусственно сделали более твердыми. Потому как они жестко нарушают работу печени. Если же вы проведете правильную коррекцию, уберете из своего рациона транс-жиры, уменьшите твердые жиры, а потом, возможно, уменьшите количество жиров в принципе, ваша печень слегка вздохнет. Постепенно ее работа будет все лучше и лучше. А вероятность развития угревой сыпи на коже все меньше и меньше. Потому как жирность кожи уменьшится, трафик жиров через кожу уменьшится. Потому как, напомню, всего две системы отвечают за удаление жиров из вашего организма. Это печень и сальная железа. Если слабо работает печень, как орган, удаляющий ненужные вам жиры, то активнее работает сальная железа. При перегрузе протоков сальной железы трафик слишком большой. В конце концов, все остановилось, появилась угревая сыпь. Поэтому не хотите иметь угревую сыпь на коже лица, спины, на плечах, без проблем. Думайте, как улучшить работу печени. Таких видео на моем канале очень много. Смотрите, какие особенности по обмену веществ у вас еще есть. Найдете такие видео. Узнаете, что вам лучше делать. А второй момент, который нужно обязательно сделать, чтобы улучшить состояние кожи, это правильно ее увлажнить. И об этом я расскажу прямо сейчас. Очень важный момент, правильно увлажнить кожу. Потому как механика образования угревой сыпи простая. Есть выводные протоки сальных желез, по ним идет трафик кожного сала. И распределяясь по коже, он улучшает ее внешний вид, улучшает ее тактильные свойства. Но самое главное, жир сохраняет влагу под кожей. А вот если через потовые железы идет мало секрета, вот этот ороховевший эпителий, он становится более таким сухим. Он легче перекрывает выводные протоки сальных желез. И тут все нарушилось. Но это не катастрофа. Нужно правильно использовать потовые железы для увлажнения кожи, в том числе и на лице. Безусловно, вы можете использовать по совету косметолога какие-то средства. Но, как правило, они имеют короткий период действия. И значительно лучше. Это все-таки правильно использовать потовые железы. Ну и сейчас многие понимают, да, нужно просто больше пить воды. Не нужно больше пить воды. Воду нужно пить правильно. Потому как, когда вы пьете больше воды, вода всасывается в кровеносное русло. Если там ее реально больше, чем нужно, она будет сбрасываться. Частично через почку. Да, вы увидите увеличенное количество мочи. С одной стороны, вам кажется, что это здорово. А на самом деле, вы просто перегрузили работу своих почек. Если количество мочи литр-полтора в сутки, этого вполне достаточно. Для того, чтобы ваши почки полноценно очищали кровь. Ну, конечно, если организм не перегружен грязью, а почки еще в работоспособном состоянии. Если у вас количество мочи больше, то вы, скорее всего, что воды пьете тоже чрезмерно больше. А кто перекачивает воду в кровеносном русле, понятно, сердце. Лишнее. Вы выпили литр воды, а он крутится, пока удалится не один раз. Время круга оборота крови 23 секунды. Если вы выпили литр воды и литр мочи выделили, то реально ваша сердечно-суистая система через 23 секунды, если вы выделили литр мочи, то ваша сердечно-суистая система всего один раз покачала этот литр воды. А так как употребляемая вода и ее удаление из организма отличаются во времени значительно больше, то можете себе представить, какую нагрузочку для сердца и сосудов вы неумеренным употреблением воды создаете. Конечно, почкам и сердцу могут помочь потовые железы, но вам хочется, чтобы это состоялось на лице. А на самом деле более активно они работают в подмышечных областях, на ногах, на спине, но увлажняют не плечи равномерно, чтобы там корочки сошли и угревая сыпь самостоятельно вскрылась, а стекает по позвоночнику. Обостряется радикулит, обостряется миозит, и свои дополнительные проблемы. Поэтому воду нужно пить правильно. Вот видео, как правильно пить воду, на моем канале уже, наверное, больше двух десятков. И что очень важно лично вам знать. Как правильно пить воду утром натощак? Потому как ночью организм потеет, вы дышите, еще и выделяется моча. Это три неизменных потери воды, которые происходят у любого и каждого. И важно утром знать, как правильно компенсировать эти потери воды, чтобы и кожа была в том числе не сухой. Также очень важно знать, как правильно комбинировать воду с едой. И как правильно пить воду до еды, во время еды, после еды. Потому как если вы это делаете правильно, вы процесс пищеварения не нарушаете. Если делаете неправильно, вы нарушаете процесс пищеварения, в том числе и работу печени. И нарушенную работу не угадали вы в этой ситуации, у вас обостряется угревая сыпь. Очень хороший способ борьбы с угревой сыпью, это физические нагрузки. Да. Если вы двигаетесь правильно, у вас идет умеренное потоотделение, и угревая сыпь начинает заканчиваться. Но. В том случае, если вы знаете, как правильно пить воду до, во время и после физических нагрузок. Такие видео отдельные тоже есть на моем канале. Я не буду сейчас повторяться, потому как это видео растянется на часы, а может быть и более. Каждое такое видео, я там описываю подробно, почему и как. Просто пейте, не пейте. Это неправильно. Нужно объяснить, почему так и почему не так. Чтобы вы понимали, на какие результаты вы можете рассчитывать, делая те или иные действия. Поэтому такие видео тоже есть на моем канале. Тоже вы можете их просмотреть. И внести коррекции в свой образ жизни соответствующий. Очень важно, очень жестко влияет на обмен веществ, погодные условия. В зависимости от температуры, в зависимости от влажности воздуха. Воздух либо сушит вашу кожу активно, если влажность низкая. Или не сушит, если влажность высокая. Поэтому очень здорово гулять в дождливую погоду, когда есть туман. Это супер полезно для здоровья. А вот если воздух сухой, если ветреная погода, здесь для вашей кожи не самые хорошие условия созданы. И угревая сыпь может образовываться легко и просто. Очень интересно возраст. У деток редко угревая сыпь. Потому что все-таки кожа более влажная. А в более активном возрасте, когда вы забываете и пить, и есть, угревая сыпь появляется легко и просто. Потому что легко нарушить работу и пищеварительной системы, и печени, и почек. А восстанавливать сложнее. Напомню такое видео, что делать поэтапно, как вам поступить в данном конкретном случае. Уже есть на моем канале. Наберите лечение угревой сыпи. Я там подробно объяснил, что и как, какую последовательность действий нужно совершить. Вам в зависимости от того индивидуального состояния, вернее, от того индивидуального пути, по которому вы пришли в угревую сыпь. И по причине которого вы ищете, как же все-таки избавиться от этих самых пищей. Очень интересно физпроцедуры. Например, бани, сауны. Вот русская баня, турецкая баня. Они очень хороши. Потому что там влажность достаточно высокая. И в этом случае очень легко эпитерий с кожи уходит. И угревая сыпь не возникает. Я являюсь экспертом Международной академии банного искусства более пяти лет. Вы знаете, я вот у банщиков разного возраста, есть и молодые, есть и постарше. Я у них как-то угревой сыпи не замечал. Следы от ранее перенесенной в угревой сыпи, да. А вот люди, которые посещают баню, в данном случае состояние кожи улучшается. Вот с сауной там тяжелее. Все-таки горячий, сухой воздух он легко пересушивает кожу. И она теряет свои свойства, в том числе и легче образуется угревая сыпь. Поэтому вот эти вот моменты, эти особенности, они очень важны, их нужно учитывать, потому что у каждого человека путь в угревую сыпь в принципе свой. Кто-то где-то что-то одно не делает правильно, кто-то другое, пятое, десятое. Вот у мужчин угревая сыпь очень часто это холерики. Посмотрите вот то видео про лечение угревой сыпи, и вы поймете, что нужно делать и почему это происходит. почему такие изменения, почему так организм реагирует на ваш образ жизни. Потому как это индикатор. Если прыщик выскочил, не страшно, с кем не бывает. Знаете, и на старуху бывает проруха. Но, если угревая сыпь у вас система, если вы постоянно ложитесь спать и встаете с мыслью, как же избавиться от этих прыщей, в организме все-таки нужно что-то менять. возможно и местные действия, на которые я сделал акцент в этом видео. А возможно и системные. Которые я рассказал, как этим делом пользоваться правильно в своем видео про лечение угревой болезни. А вот нужно или не нужно вам заниматься очищением организма, об этом я расскажу прямо сейчас. Очень важный момент, на который прямо и активно указывает угревая сыпь, вам нужно проводить очищение организма. Безусловно, его можно делать только местно. Но эти средства можете опять-таки обсудить со своим косметологом. Они помогут улучшить состояние кожи, но да, сальные железы будут проще удалять токсины, но к сожалению не всегда этого хватает. Потому как степень загрязнения крови в вашем организме может быть более значительна. И вы будете лечить то на одних участках кожи проблемы, то на других. Блокировать ни в коем случае не стоит, потому как вы получите рикошет этими токсинами по организму. Если вам удастся заблокировать местную выделительную систему, ну куда-то оно денется, где-то же оно проявится. И так как печень от этого работать лучше не будет, значит где-то будут накопления. А так как с жирами удаляется и часть канцерогенов, ну возможны варианты. С жирами удаляются часть токсины, ну воспалительные процессы. Канцерогены, ну они понятно, по названию вызывают онкологические процессы. Поэтому косметология это здорово, но очищение крови никто не отменял. И главные фильтры, вернее главный фильтр, который в данном случае имеет значение номер один, это работа печени. А работа печени ее сложно усилить, не трогая пищеварительную систему. потому как очищение крови она производит в основном от тех токсических веществ, которые попали из пищеварительной системы. А здесь нужно контролировать качество продуктов. Я имею ввиду по отсутствию в них нежелательных примесей в виде красителей, ароматизаторов и прочего. А также качество процесса переваривания пищи. Потому как вам без разницы токсин попал с продуктом питания он был там исходным, либо он образовался в процессе активности на нем патогенной микрофлоры в кишечнике. В любом случае это дополнительная нагрузка на вашу печень, которая если справляется угревая сыпь не появляется. Если не очень справляется угревая сыпь будет появляться. Я не буду вас утомлять подробностями как это делать правильно. На моем канале есть несколько видео по очищению кишечника и улучшению работы печени. А в кишечнике нужно обратить внимание там не только дисбактериоз бывает. Это как бы по умолчанию уму очень многих. Там еще глистые паразиты бывают. И от них тоже нужно уметь правильно избавиться. Частично это есть в моем видео, но к сожалению полностью информацию как все виды паразитов удалить из организма человека просто нереально написать. Нужно подбирать систему в каждом случае индивидуально. Потому как если есть математики на канале посчитайте сколько возможно вариантов из 150 компонентов 150 видов глистовых паразитов могут жить в организме человека. В разных сочетаниях в разных количествах. И примерно раза в два а то и в три большее количество так называемых транзитных паразитов. То есть у человека живет только аскорида человеческая аскорида свиная проходит транзитом нет для нее условий. Аскорида лошадиная тоже пройдет транзитом. Аскорида кошачья тоже пройдет транзитом. Не сможет она задержаться в организме человека. Но пока будет проходить транзитом она конечно свой след оставит естественно негативный. Вопрос как вот эту ситуацию сопровождать правильно? Тут диагностика нужно быть уверенным что есть в каком состоянии находится организм и тогда правильно проводить очищение крови. Тогда и уровень здоровья у вас будет лучше. Ну и угревая сыпь будет появляться все реже и реже. А возможно исчезнет полностью. Когда вы правильно найдете ту основную причину или несколько основных причин которые влияют на развитие угревой сыпи лично у вас. Чуть подробнее по причинам по технологии еще раз напомню есть такое видео на моем канале наберите лечение угревой сыпи там 27 минут информации о том как поэтапно бороться с этой не самой простой болезнью чтобы жить и лучше и дольше. Ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале и правильно лечить угревую сыпь